Девушки отдыхают За тобой, мой Бог, пойду я Жизнь свою тебе я отдаю Ведь знаю я Тебе вся слава Тебе вся жизнь моя Тебе принадлежу всецело Я тебе вся слава Тебе вся жизнь моя Тебе поклоняюсь Тебе укроюсь я Тебе вся слава Тебе вся жизнь моя Тебе поклоняюсь Тебе укроюсь я Вся слава небо и земли Пою тебе в смирении Достоин, достоин ты Вся слава небо и земли Вся слава небо и земли Достоин, достоин ты Достоин, достоин ты Вся жизнь моя Вся слава небо и земли Достоин, достоин ты Вся слава небо и земли Дон, достоин, достоин ты Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу все тело. Я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, Тебе укроюсь я. Я, Тебе вся слава, небо и земли, Пою Тебе в смирении, Достоин, достоин Ты. Вся жизнь моя у Твоих ног, Взывает и Тебя мне, мой Бог, Достоин, достоин Ты. Вся слава, небо и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин, достоин Ты. Вся жизнь моя у Твоих ног, Взывает и Тебя мне, мой Бог, Достоин, достоин Ты. Вся слава, небо и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин, достоин Ты. Вся жизнь моя у Твоих ног, Взывает и Тебя мне, мой Бог, Достоин, достоин Ты. Вся слава, небо и земли, Поют Тебе в смирении, Достоин Ты. Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, Тебе укроюсь я, Тебе вся слава. Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу всецело, Я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, Тебе укроюсь я, Тебе вся слава. Аллилуйя! Давайте воздадим Богу славу! Аллилуйя! Отец Небесный, мы воздаем Тебе славу, хвалу и честь. Тебе вся слава, Тебе все поклонение, великий Бог. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы признаем Твое господство на небе и на земле и во всей вселенной. Мы говорим Иисус, Господь всей вселенной, Он хозяин нашей жизни, и мы собраны здесь во имя Иисуса Христа. Мы просим Дух Святой, веди нас все это время, говори народу Твоему, я прошу во имя Иисуса за сердца людей сейчас, которые здесь стоят. Я молюсь Бог, чтобы Ты коснулся людей, чтобы сегодня каждый человек, он получил откровение о том, что он дитя Бога живого. Он не просто христианин, он не просто ходит в церковь, он дитя Бога живого. И Ему даны власть, Ему даны полномочия, Ему даны права, Сына Бога, во имя Иисуса Христа. Амин! Амин! Давайте воздадим Ему славу! Аллилуйя! 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 Приветствую вас, драгоценная семья! Знаете, я люблю вас всех. Знаете, я приезжаю в Сочи, у меня что-то происходит сверхъестественное. На второй-третий день я забываю, что я вообще уезжал. Вы знаете, я сначала думал, что это какое-то сумасшествие. А потом понял, что мы просто одно целое. Амин, дорогие друзья. Мы одна семья. Мы одна семья. Давайте воздадим Богу славу! Аллилуйя! Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь в любви Божьей. Слава Иисусу Христу! Благодарю Бога, что я сегодня здесь. Благодарю пастора Олег. Ничего, это нормально. Салют был такой, Неги, да? Неги, салют. Благодарю пастора Олега, Марину, что вы делаете прекрасную работу здесь. Мы очень радуемся, молимся за вас. И постоянно видим, что здесь происходит. И на самом деле это огромное благословение. Когда ты уходишь куда-то и видишь, что то, что ты начал, делается лучше, чем даже ты можешь где-то, да? Поэтому слава Богу за вас, братья мои, что вы рядом с Олегом двигаетесь, да? Вы вместе строите Царство Божие. И Бог посылает людей, чтобы сегодня немного ободрить вас, чтобы вы получили откровения, чтобы еще больше усилились, да? Потому что, вы знаете, на самом деле на кресте Бог закончил всю работу. Он закончил всю работу и сказал, свершилось, все уже получилось. Но, знаете, проблема в том, что проблема одна, проблема нехватки откровений. И Библия говорит, из-за нехватки откровений гибнет мой народ. Просто люди не в курсе, люди просто не знают. И поэтому я очень прошу Бога, чтобы Он вам сегодня дал откровения. Вы знаете, когда мы уже решили, что я приеду, я молился, у меня много проповедей за последнее время Бог давал. И я думал, знаете, буду молиться, наверное, одну из них возьму, и я построю, говорю, может быть, что-то проповедовать, особенно, как Дух Святой поведет. И вот как только он сказал, как Дух Святой поведет, все началось. Вы знаете, Бог начал мне говорить. Он начал мне говорить, и это слово я нигде не проповедовал. Я вам сейчас передаю. Очень серьезное послание, как я считаю. И Бог начал говорить все эти дни. Уже дней десять у меня внутри это все варится. Я ночью просыпаюсь, это слышу, вижу. Я читаю, я получаю откровения. Я в Библии, я везде. Я все понимаю, что Бог чему-то готовит нас. И слава Богу, что сегодня вы это услышите. Вы должны получить сегодня откровения. Потому что много чего в нашей жизни идет не так. Аминь, дорогие друзья. Мы многим чем недовольны. Мы видим, что что-то не все в порядке. Я не буду сейчас говорить о плохом. Но много вещей не так. У всех нас. Я имею в виду во всем христианстве. И вы знаете, мне не интересно во всем христианский как. Я хочу понять, в нашей жизни как можно делать так, чтобы стало лучше все. Стало так, как Бог хочет. Стало так, как было в первой церкви. Стало так, как были чудеса и знамения. Стало так, чтобы мы на самом деле пользовались тем, что Бог нам уже дал на кресте. И Бог открывает мне такие вещи. Дорогие друзья, я знаю, что вы все знаете, вы все читаете. Но знаете, вы должны сегодня получить откровение. Для этого вам нужно открыть свои сердца. Сегодня практически все человечество верит Богу. Знаете, практически каждый человек верит Богу. Кто-то верит в него, не зная его. Просто есть какая-то высшая сила. Многие верят в ложных богов. Вы знаете, есть множество богов. В Индии только, по-моему, 300 миллионов. Кто-то принял Христа и верит в то, что Отец, Сын и Дух, Святой Бог. Но очень мало людей, которые бы имели откровение о том, что Бог усыновил их. Вы знаете, я сейчас, когда я начал проповедовать в мусульманских странах, в Стамбуле, мне Бог дал просто понимание, что если я сейчас начну говорить, я проповедую вам христианство, они вообще не примут. И когда я им проповедую, вы знаете, там люди уже спасаются. Слава Богу, мы сейчас начали посещать Стамбул. Пастор Олег Аннарда мне пророчествовал. Я принял это, как смиренно сказал, да будет так. Он сказал, вы можете отомстить Турции только одним путем. Полтора миллиона турков привезти ко Христу. Я сказал, аминь. Товарищ подполковник. Понимаете, сейчас это уже происходит. Знаете, ключевые люди спасаются. Ключевые люди склоняют колени, говорят, мы поняли. Я им начал проповедовать не о том, что о христианстве. Я говорю, давай так. Я буду тебе сейчас говорить Слово Божье. Я не буду тебе проповедовать ни мусульманство, ни христианство. Я буду говорить тебе о живом Боге и о том, как с ним помириться. Тебя устраивает? Вот это устраивает. Поехали. Я начал свидетельствовать, как я помирился с живым Богом. Ни слова христианской религии, ни слова, мы договариваемся, мы не трогаем эту тему. Ни христианство, ни мусульманство. Мы говорим, как примириться с живым Богом, и мы говорим о Сыне Божьем. Поэтому сегодня многие люди не имеют откровения о том, что они усыновлены Богом, и поэтому нету соответствующих взаимоотношений. Мы можем молиться, общаться с Богом, как только с Богом, да? Кто молится Богу, как Богу? Но мы должны общаться с Богом не только как с Богом, но также как с Отцом. Вы знаете, представьте себе, что кто-то из вас сын Владимира Путина. И вот вы пришли в Кремль, как вы думаете, вы там пинком зайдете туда? Нет, конечно. Вы придете, вы все там подпишите, как положено, вас проведут туда. Но вы сын, вы будете идти все эти моменты, проходить охрану так, как все. Но уже папа сказал, пропустите его в любой момент, когда придет мой сын. Вы будете проходить, вы не будете говорить, да я сын там президента отпустите. Нет, 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 нет. Вы пойдете правильно, вы пойдете как президенту. И когда мы идем к Богу, мы идем как к Богу. Мы поклоняемся, мы прославляем путем живым и новым. Мы знаем путь через Иисуса Христа, кровь лежит туда. Мы это все признаем, мы входим во святое святых. Мы приходим к Отцу. И когда мы приходим, мы должны сказать, Папа, давай поговорим сейчас, потому что я уже с тобой. Вы знаете, дело в том, что это не имение откровений. Мы когда приходим к Богу, мы входим туда, мы продолжаем говорить как с Богом. И тем более с Богом, которого мы боимся, которого мы не знаем, какого Он. Мы думаем, что Он иногда страшный. Он там чуть-чуть вчера-то согрешил, там на соседа наехал. Уже у тебя путь святой и святых закрыт. И куча вещей. И мы уже не можем общаться правильно, молиться. И дьявол знает это. И он говорит, сомневающийся не получит ничего. И в итоге наши молитвы тщетные. Мы долго молимся, мы не получаем ответа. И сегодня мы как часто говорим, что Бог нас простил, помирил, примирился с нами. Но как, как мы мало говорим, что мы прощены и приняты и усыновлены, и нам дано наследство. Кто знает об этом? Нам дано наследство. Дорогие друзья, вы представляете, что такое наследство? Когда дают тебе наследство, приходят юристы, открывают и читают, что же тебе дано? Теперь я говорю, нам дано наследство. Аминь. Вопрос, а что это такое? А кто читал его? А где наследство? Кто его обналичил? Кто-то получил наследство? Скажите. Здесь написано так, я сейчас прочту. Павел пишет такие слова, я буду читать в современном переводе. Он написано. Он пишет здесь, в Галатном 4 главе, вот что хочу сказать вам. До тех пор, пока наследник еще ребенок, он ничем не отличается от раба, хотя владеет всем. Скажи, владеет всем. Это мне нравится. Аллилуйя. Вы знаете, он находится под охраной опекунов, домоправителей, до времени назначенного его отцом. Так же и мы были пока детьми, были подчинены бесполезным законам этого мира. Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего рожденного от женщины, жившего по закону, с тем, чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона, дабы Бог усыновил нас. Аллилуйя. И так как вы дети Его, доказательство того, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Абба Отец. Таким образом, не раб ты более, а ты сын. А если ты сын, то Бог с тебя сделал тебя и наследником. Скажи, аминь. Бог тебя сделал сыном и наследником. Какие прекрасные слова. Я не вижу радости в ваших лицах. Бог тебя сделал сыном и наследником. Дорогие друзья, я уже точно знаю, что у вас нет вот этого откровения. Вы знаете, когда ты слышишь слова, ладно, вы знаете, дорогие друзья. Да, Вениамин Кондратьев вас всех усыновил. Можете пойти получить документы. О, уже порадостнее, видите, посмешнее уже стало. Иисус Христос усыновил вас и вам дал наследство. Дорогие друзья, мы должны прыгать. Прыгать от радости и сказать, где же оно? Где же оно? Как же его мне взять? Вы знаете, я хочу вам сказать, что Иисус до рождения на земле по природе не был подчиненным Бога Отца, а равным Ему. Вы знаете об этом? И Он готовностью подчинился Богу, пришел на землю до воплощения, Он дал добро Богу. Он пришел как послушный сын и полностью подчинился Богу. И Павел говорит Филиппитам 2,6,7, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Иисус всегда был сиянием Славы Божьей, Евреям 1,3, и образом ипостаси Его написано, и Он держит все словом силы Своей. Вы знаете, Иисус был Богом, Он не был Сыном Божьим на небесах, пока не появился на земле. Он встал в эту роль, когда уже воплотился, то есть эти ролевые модели Отца и Сына появились только при воплощении Ей. Вы знали об этом? Вы знаете, в Писании написано в Луке 1,32-35 стихах, Он будет велик, когда Архангел Гаврил пришел в Марии, Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и наречется будущим, Рождамое Святое наречется Сыном Божьим. И Иоанн говорит 1,1, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанн 1,14-18 стихах написано, тогда, только тогда, когда Слово стало плотью и обитало с нами. Единородный Сын, Он стал исполнять функцию Сына. Вы слышите меня, дорогие друзья? Что хочу вам, чем хочу этим местописаниями вас ободрить? Он сделал это с одной целью, стать человеком и спасти нас, и усыновить Богу через новое рождение. Бог решил стать человеком и стал Сыном Божьим, потому что был зачат от Духа Божьего, без участия мужчины. И очень важное откровение, которое мы должны иметь в Духе, что мы, насколько важны и драгоценны Богу, чтобы Он воплотился все-таки в наше тело, и в этом же теле Он вознесся. Вас это радует вообще? Вы понимаете вообще, насколько вы драгоценны? Вы понимаете, насколько вы драгоценны Богу? Он вообще все делает для тебя! Он берет Себя, Бог берет. Он не был папа, сын папа, он был Богом. Он был равным Богу, их была троица, была уже, да. Но он часть Слова Бога, которая стала плотью, подчинил Себя Богу Отцу, как человек, только с одной целью. Исполнить весь закон и спасти тебя и меня. И не просто спасти, а сделать точно такие же отношения, как у Него с Отцом у тебя, сына и отца. Аминь, дорогие друзья. Он пришел сюда вернуть нам наследство, которое есть, благословение, владычество над землей, которое было у Адама. Адам был хозяином земли, и Иисус пришел вернуть наследство. Аминь, дорогие друзья. У Иисуса была власть на земле, потому что Он был рожден от Бога на земле. Точно так же мы рождаемся от Бога в Духе, скажи аминь на это. Аллелуя. Иоанн 1, 12, 13 написано. «От тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Я хочу тебя поздравить, дорогой рожденный свышех христианин. Бог тебя родил заново. Тебе это нравится вообще? Вы знаете, ты вдруг, Бог, тебя взял твой Дух и дал новый Дух, и ты стал с Богом соединен, ты законнектился, ты с Ним стал одним целым в Духе. Аминь, дорогие друзья. И давайте тебе зададим вопрос, имеем ли мы это откровение о том, что мы от Бога родились? Дорогие друзья, это очень важные вещи вообще. Это вся наша жизнь. Если мы это не поймем, мы останемся рабами. Мы будем думать вот здесь, дорогие друзья, Бог не хочет, чтобы ты был здесь, Бог хочет, чтобы ты был здесь. Всегда был здесь, в твоем Духе, который общается с Богом. Получил ли ты наследство, и в чем оно заключается? Дорогие друзья, чтобы получить наследство, мы сейчас будем говорить об этом. Прежде всего, мы должны понять, что мы усыновлены. И вот я хочу сказать вам, как мы усыновлены, дорогие друзья. Писание говорит, что мы были под вещественными началами мира. То есть, люди однажды отвернулись от Бога. И сегодня мы можем что видеть? Астрология, религии разные, система дьявола. Да? Есть такое? Сегодня сестра недавно подходит, говорит, а пастор, а как вы к астрологии относитесь? Я говорю, отношусь очень плохо. Потому что я давным-давно уже не раб. Я давным-давно уже не под астрологией. Не под системой сатаны, не в рабстве греха, не даже под законом Израиля. Израилю Бог дал закон, и израильский народ был под законом, которого невозможно было его исполнить. Аминь, дорогие мои. Это было просто детоводителем ко Христу. Бог наслыл к нему. Бог принимает решение, отдает себя самого, чтобы стать одним из нас, чтобы исполнить закон, пролить свою кровь и дать всему человечеству оправдание, усыновление и новое рождение. Теперь я хочу сказать, возможно, ты даже этого не имеешь. Как это происходит, дорогие друзья? Писание написано в Римлянам 4, главе 23-25. «Опрочем, не в отношении к нему только Аврааму одному написано, что вменилась ему в праведность, то есть в оправдании, но и в отношении к нам. Вменится и к нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего». Вы знаете, вы однажды помните, как вы получили дар веры. И вот вдруг раз у вас получилась вера. Хаким, помнишь, как ты получил веру? Ты шел, и сказал, говорил, Хаким шел, и говорил, Господь, если ты есть, да, дай мне хлеб, голод в Таджикистане. И вы знаете, я вам хочу за свидетельство, человек сидит, может подтвердить. И он шел, был голод, он говорит, я хочу хлеб. И вдруг голос ему говорит, возьми хлеб. Он думал, что крыша едет от голода. Он прошел опять и говорит, возьми хлеб. И вы знаете, он вернулся на остановку в 11 часов ночи, если не ошибаюсь, и там заметил полбухи горячего хлеба. Как вам это? И он вдруг в этот момент в него вошел дар веры, и он понял, что Иисус Господь, о котором ему говорили, и он пришел на собрание, принял Христа и получил новое рождение верой. Аминь. 5.1.2 написано, итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через которого Господь нашего Иисуса Христа. Верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Вы знаете, мы были вражде с Богом, мы были против Него. И Бог, Он просто по милости, по милости решил нас снова сделать Его сыновьями. Не просто тебя попростить, чтобы ты попал на небеса, сделать твоими сыновьями. И оправдание нам приходит через веру в Иисуса Христа. Сегодня, если ты пытаешься делами какими-то угодить Богу, я вот сейчас делаю какие-то добрые дела, и Бог там мне кинет подачку, я что-то сделаю, мне даст Бог благословить меня. Послушай, ты под законом находишься. Ты находишься под проклятием. Послушай, Бог тебя уже принял. Ты уже принят в дом. Ты уже наследник. Скажи, я уже наследник. Ты уже принят. Не примется, если будешь себя хорошо вести. Ты уже принят. Ты должен получить откровение, что тебя приняли в дом. И Господь говорит, что нам открывается доступ той благодати на земле, которую имел Авраам. Вы знаете, что удивительно, что все евреи имеют это откровение, что Бог благословил Авраама. И вы знаете, они растут богато, они процветают. Они не признали Христа. И они ходят, они все смотрят на него, говорят, вот евреи, вот они во всем виноваты. Они процветают, а потому что они приняли наследство от Бога, которое Бог обещал. Но в Писании Галатам 3 главе написано 13 стиха. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано проклят всякий, висящий на дереве, чтобы благословение Авраама через Христа и Иисуса распространилось и на русских, и чтобы нам получить обещанного духа верой. Скажи на это Аминь. Все, что тебе нужно, понять, что верой тебе то же самое наследство уже передано. Ты сегодня этого не чувствуешь, потому что ты не в курсе. А Галатам 4 главе Павел говорил, что мы уверены, потому что говорим, Абба, Отец, что такое Абба, Отче? Это Папа. Ласкательное слово с арамейского языка. Ты не можешь прийти, говорит, Папа, если бы Духа Божьего внутри тебя не было. Какой Папа? Ты сидел вчера и еще говорил плохие анекдоты про Бога. Забыл, что ли? А сегодня ты уже Папа. А почему ты Папа говоришь? Потому что Бог вложил Духа, и из твоего Духа текет слово Папа. Пока ты это слово не поймешь, пока не поймешь, что это сын брат мой или сестра, не жди никакого прорыва в жизни. Я сегодня смотрю на христианство, мне плакать хочется. Люди в нищете, люди в проклятиях, люди в разборках, люди в грехах, люди в блуде, люди в пьянстве, люди грешат, люди смотрят на это, аж тощит иногда. Почему? Потому что мы в рабстве пока находимся. Никто не понял, что он уже принят в дом. Он походит в церковь, уходит, пастырь там сидит и часами говорит, надо служить, надо служить. Послушай, сын никогда не говорит. Я никогда в жизни, мне никто не говорил, что надо служить. Никогда в жизни этому человеку никто не говорил, что служить надо. Он при должности покаялся и начал сразу же служить. Вы поймите, когда у тебя есть откровение о сыновстве, тебе не надо говорить, что надо служить. Ты понимаешь, что тебя приняли в дом и говорят, пап, я хочу быть полезным здесь. Я хочу что-то здесь делать. Давай я помою здесь пол. Давай я что-то сделаю. Вот, Максим, слава Богу за тебя. Я помню день спасения, когда он сидел на первом ряду, и мы сказали, нам нужен звукоператор. Он сидел только что, Бог коснулся. Он говорит, я буду служить. И вот с тех пор он служит. Человека никто ничего не говорил. Он сам встал, говорит, я хочу служить. Он вдруг понял, что, слушай, его только что вот принимают дом обратно. Его снова прощают, его усыновляют. Аминь, дорогие мои друзья. Если мы принимаем веру Христа, пребываем во Христе постоянно, то мы семя Авраама. Скажи, я семя Авраама. Отныне ты должен знать, что ты еврей. Ты семя настоящее Авраама. Ты вообще настоящее время. И ты наследник. И, моему сожалению, многие об этом не знают. Теперь переходим. Все понятно уже? Мы оправданы верой. Только верой. Верой. Мы евреи. Мы приняли семя Авраама. Нам принадлежит наследство. И сейчас что нам нужно сделать, самые умные? Что нам надо делать? Вот сейчас что нам надо делать? За честь. За честь. А кто знает, что такое благословение Авраама на земле? Мы сейчас начнем об этом понимать. Послушайте. Бог дает тебе наследство на земле благословения Авраама. А на небесах ты будешь искуплен, усыновлен полностью. И тебе будет дано новое тело. Вот твое наследство. На небе все понятно, да? А на земле-то жить надо. Вот давайте поймем, что нам принадлежит. Если ты сейчас получишь откровение с каждого пункта благословения Авраама, примешь, запишешь, будешь провозглашать жить в этом, поверь мне, вся твоя жизнь изменится. Вся твоя жизнь. Если ты этого не примешь, дорогой друг, ты будешь знать, в каком состоянии. Ты будешь всю жизнь ходить, твое завещание будет запечатано в сейфе, ты будешь ходить и мучиться, и мучить других людей. И не понимать, что такое. Я покаялся, что-то вот ничего не меняется в жизни. Послушай, поэтому нам нужно зачитать благословение Авраама. Бог дал Аврааму семь обещаний, которые принадлежат тебе и мне. Давайте зачтем. Бытие 12, 2 и 3. Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя. Я возвеличу имя твое. Будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя. Злословящих тебя я прокляну. Благословятся тебе все племена земные. Как тебе? Тебе нравится это? Давайте сейчас посмотрим. Авраам жил среди людей, поклоняющихся идолам. Бог пришел и сказал, Авраам, если ты хочешь, чтобы я тебя благословил, выйди оттуда. Я не могу в той зоне тебя благословить. Выйди оттуда. Теперь скажи мне, кто вышел из мира? Кто вышел из мира? Здесь есть руки? Однажды Бог тебя призвал и сказал, выйди из мира. Ты вышел из мира, пришел в дом Божий, стал дитем Бога. Аминь. В Библии написано, что все благословения Авраама с этого момента тебе принадлежат. Галатам 3.29. Если же вы христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Здесь есть христовы? Обетованию наследники. Мы имеем право зачитать наше завещание сейчас. Аминь, дорогие друзья. И вообще понять, как пользоваться этим. Мы не понимаем. Мы в зоне, в человеческой зоне. Гроши считаем, переживаем. Мы в депрессии, мы в страхе. А что будет завтра? А нас так делают. Мы беспокоимся, мы волнуемся. А потому что тебе неизвестно твое завещание. Ты миллиардер! Грош, ты Божий Сын. Вот поэтому из-за непонимания ты переживаешь. Вот как только ты это поймешь. Послушайте, вы не представляете, за эти 10 дней, что со мной произошло. Я просто хочу летать. Знаете, вот иду, хочу летать. У меня радость не покидает мое сердце. Я 17 лет верующий. Я до конца понял, что я даже половиной не пользуюсь тем, что у меня есть. Потому что дьявол попутал нас. Он постоянно сеет какие-то семена. Он создает внешние обстоятельства. Он делает все, чтобы ты не принял наследство. Потому что, когда ты получишь его, придет ему конец. Его царству. И тысячи людей спасутся. Это здание заполнится людьми. Потому что люди хотят пойти за наследниками. Люди не хотят идти за рабами. Когда твой сосед видит, что ты раб, он не хочет с тобой общаться. Жорик однажды говорит, это человек верующий. Он говорит, я не знаю, он верующий или нет. Пастырь или нет. Но у них дома постоянно ссорятся. Теперь скажи мне, семя Авраама, как может постоянно ссориться? Как может Сын Божий постоянно ссориться со своей женой? Послушай. Сын Божий, он настолько радостный, что он смотрит. Встает утром, смотрит, говорит, слушай, какая жена. Господи, благодарю Тебя, знаете. Когда просыпаешься утром, жена спит, смотри, скажи, благодарю за этого прекрасного человека. Я благодарю за этих прекрасных детей. Я утром выхожу, еду, вся семья моя спит. Четверо детей, жена. Я хожу вот так. Я говорю, Господи, это что за чудеса? Это что за ребенок? Это какие глаза? Как они выросли? Они выше меня. Этот мой сын, пацан Алекс, уже слава Богу, уже первую проповедь попроповедовал в церкви 16 лет, пацан. Мне люди звонят, я в Москве на служение, пишут, говорят, спасибо за сына. Мы такие откровения получили. Я говорю, Боже, я благословенный человек. Я хочу кричать в Москве, сказать, я благословенный человек. Мой сын, вот смотрите, я в этот момент на мусульманке проповедовал в Москве, прямо на Тверской. Я говорю, вы знаете, я благословенный человек. Включая видео, говорю, прямо сейчас мой сын проповедует в церкви, ему 16 лет. Она говорит, вау, это круто. И уже она хочет принять Христа. Вы понимаете, что люди хотят за благословенными людьми идти. Люди не хотят идти такими лицами. Как дела? Пока живой. Я знаю, иногда, если христиане говорят, как дела? Пока живой. Я говорю, хочется сказать, лучше бы ты умер, брат. Лучше бы ты умер, пошел на небо. Слушай, ну не порт атмосферу здесь. Послушайте, нам все отдали уже. Давайте посмотрим. Первый пункт. Напиши. Я произведу от тебя великий народ. Что это такое? Бог обещал Аврааму, что от него произойдет великий народ. Спустя тысячелетия мы видим, что обещание полностью исполнено. Кто согласен, что Израиль великий народ? Вы знаете, мы когда приезжаем в Израиль, я вижу нонсенс. Там люди, 350 миллионов врагов, а Израиль живет и процветает. Им наплевать вообще на них. Вы знаете, потому что они благословлены Богом. И весь мир едет туда. Если мы верим в это, то это благословение произойдет следующим образом. Наши физические и духовные дети всегда будут благословенны. И через нас спасется множество людей. В бизнесе, в церкви, в семье должно быть много людей у тебя. Бизнес должен расширяться. Твои дети духовные должны спасаться. И твои физические дети должны умножаться. Христиане, пожалуйста, рожайте детей. Рожайте детей, умоляю вас. Как минимум троих. Лучше 4, 5 и 6. Послушайте, это нам обетование благословлю, умножу потомство. Бог умножитель. Бог умножает потомство твое. Ты не можешь быть маленькой церковью во имя Иисуса Христа. Пусть придет откровение вам, и пусть эта церковь произрастет три раза в течение двух лет. Во имя Иисуса я высвобождаю это. Мы должны приумножаться. Принимаешь ты это благословение. Второе говорит, благословлю тебя, дорогой человек. Если мы будем тверды в своей вере, если мы будем стоять как Авраам, если мы будем благословляться Богом и быть послушным Ему, не отходить наши какие-то тропы левые, он будет благословлять нас. Римлянам 14, 23 говорит, а сомневающийся, если есть и осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Послушайте, все, что тебе нужно, чтобы благословиться Богом, это вера. Сомнение это грех. Скажи, сомнение это грех. Это очень плохой грех. Не вери, это плохой грех. И когда тебя атакуют сомнения, противостой ему. Послушай, сомнение крадет твое благословение. Ты никогда не получишь ничего, если будешь сомневаться. Борись с сомнением, как в вера приходит ослышание слова Божьего. Пребывай в слове, говори слово, прими, что я благословен. Это слово здесь означает получить силу, быть успешным во всех сферах. То есть, Бог хочет тебя благословить во всех сферах. Чему не дотронется твоя рука, будет успех. Аминь, дорогие друзья. Благословлю тебя. Делай, что ты делаешь. Пол будешь мыть, будешь красиво мыть пол. Будешь делать бизнес, будешь красиво делать. Будешь служить, все у тебя благословится. Везде, везде будет переть. Знакомо это слово? Все должно переть. Все должно получаться, дорогие друзья. Благословлю тебя. Посмотрите на евреев. Не поймешь, откуда у них эти миллиарды. Дорогие мальчики, Форбс, там 20-15 миллиардов. А мы идем, радуемся. О, мне дали большой подряд. Аллилуйя. Знаете, а почему бы нам не давать эти подряды, если эта земля принадлежит нам? Знаете, почему? Нет откровений. Нет понимания. Следующее. В третьем. Возвеличу имя твое. Господь пообещал Аврааму, что его имя станет известным, что его именем будут произносить будущие поколения. Вы знаете, Бог каждому из нас дает новое имя. Ты больше не хулиган. Знаете, ты больше не наркоман. Ты больше не нищий. Ты больше не бедный. Ты больше никто. Ты больше никто. Кажи, я уже имею новое имя. Я сын или дочь Бога. Вот твое новое имя. Можешь представляться. Знаете, привет, Дима. Поздоровайся со мной. Отец многих народов. Отец многих народов. Отец многих народов. Авраам. Слово означает отец многих народов. Авраам был он. Он говорит, Авраам. Одна буква добавилась в твое имя. Ты будешь отцом многих народов. А дети есть пока нету. А лет сколько? Сто. Аллилуйя. Мужик с ума сошел. Вы знаете, люди могли подумать об этом. Я не поприветствовал опять канал. Господи, пласти меня. Вы знаете, нам Бог дал новое имя. Бог хочет прославить наше имя. Авра хочет опорочить наше имя. И он будет пытаться постоянно что-то нам подсовывать. И он говорит, возвеличивание производит Бог. Поэтому, дорогой человек, не пытайся себя возвеличить. Некоторые люди так и хотят возвеличить. Приходит в церковь, говорят, я хочу на кафедру. Только на кафедру. Я апостол Сея Руси. А плоды есть? Никаких нет пока. Но будет первый здесь. Я получил, что я апостол. Дайте мне кафедру. Я говорю, удались от меня. Знаете, иногда мы хотим себя возвысить. Если бы ты был пол, а я подхожу тому, кто моет пол, говорю, а сегодня ты будешь молиться. А сегодня ты в четверо будешь проповедовать. А ты иди туда назад. И оттуда выйди, уходи. Потому что здесь место смиренных людей. Мы пришли к Богу. Бог может тебе сказать, где ты будешь сидеть, где ты будешь делать. Это Он распределяет роли. Он сам знает, куда идти. Но все места будут классные. Все места будут классные, дорогие друзья. Иисус говорит...